Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик. Здравствуйте, Дмитрий. Да, приветствую. Я бы хотела начать с маленьким дополнением таким, но оно просто очень красноречивое. Это сказал Александр Латушка, белорусский оппозиционер. Я его процитирую. Невозможно внедрять разные санкции в отношении России и Беларуси, когда есть единый экономический рынок так называемого союзного государства и единая таможня. Ведь в таком случае весь товарный поток идет через эту дыру, имеется в виду Беларусь, поэтому нужно применять единый подход. И поэтому у меня логический вопрос, почему мы сейчас видим то, как каждая страна как может, так и участвует в этом процессе, но нет единого пакета. Неужели действительно здесь идет речь о том, чтобы прекратить возможность торговать своим производственными, произведенными товарами и прекратить экспорт, а не действительно закрыть все возможности транзита через белорусскую границу? Это политический вопрос или все-таки финансовый? Почему это не делается единым вот таким вот процессом, как с Россией? Ну потому что страны не сильно верят в эффективность подобных санкций. Я сейчас объясню почему. Здесь дело не в том, что должен быть единый подход к союзному государству. Даже если будет единый подход к союзному государству, то, к сожалению, найдутся третьи страны, через которые все эти товары, попавшие под запреты, будут поступать и в Россию, и в Беларусь. Просто это будет дороже для граждан. Вот и все. Поэтому здесь сейчас обсуждается именно новый пакет санкций, который будет уже не по отношению к России, а по отношению к Беларуси. Речь идет о введении санкций против третьих стран, через которые тот же экспорт, импорт точнее, поступает на территорию России. Ну то есть, когда, например, что-то продается в Казахстане, вдруг неожиданно Казахстан начал закупать какой-то продукции в два или три раза больше. То же самое Китай, то же самое Турция, то же самое, не знаю, Грузия, может быть, сейчас и так далее. И, на мой взгляд, в принципе, вообще каких-то суперэффективных санкций просто не существует в природе, потому что мы живем в глобальном мире. Два танкера выехали куда-нибудь в океан или в море и обменялись там все, что там есть. Танкер с нефтью, нефть перелили или еще что-то. И потом попробуй там найди. Это санкционная, нефть не санкционная. Поэтому опыт санкций против Ирана или там Северной Кореи и других стран показывает, что ну все равно, если есть спрос, то товар найдется, просто логистика будет стоить дороже. Поэтому логично вообще как бы джина ловить, пока его еще не выпустили из бутылки. То есть, если, например, какая-то компания западная, например, продает или производит чипы для какого-нибудь ВПК, вдруг этой компании в какой-то стране заказывают в два-три раза больше. Ну сразу вопрос, а куда это идет? Почему вдруг в два-три раза вырос спрос где-нибудь в третьей стране? Поэтому ловить нужно и санкции даже применять по отношению к компаниям. Ну не санкции, а контролировать, да, компании, которые производят эти товары для того, чтобы они не перепродавали каким-то сомнительным покупателям. Потому что даже если вы введете санкции против каких-нибудь компаний в третьих странах, вот вы поймали компанию рога и копыта, которая покупает какой-то товар, а потом перепродает в России. Вы нашли это, вы установили. Вы ее взяли и ввели под санкции. Ну хорошо, на следующий день появилась рога и копыта-2, рога и копыта-3. Ну то есть вы замучаетесь бегать за всеми этими компаниями в современном мире. Поэтому Беларусь это какой-то, ну, наверное, понятные санкции против Беларуси, но они ни от чего не защитят. Поэтому, на мой взгляд, сейчас вообще правильно было бы корректировать санкции так, чтобы они били по путинскому окружению и, наоборот, поощряли вывод капитала из страны, чтобы у Путина просто было меньше денег в экономике для того, чтобы он мог вести эту войну. То есть перефокусироваться. Санкции должны быть умны, санкции должны раскалывать элиты, санкции не должны бить по тем людям, которые выступают против войны и на самом деле являются жертвами этого режима или заложниками этого режима. А санкции должны бить конкретно по путинскому окружению. Потому что мы знаем историю, что, если берем персональные санкции, жены каких-то там генералов, да, Министерства обороны, или там сотрудников, чиновников из Совета по безопасности, который принимал решение начать войну, и вдруг их журналисты встречают в разных европейских странах. Как-то у них получается туда приехать, жить, покупать шмотки. А какой-нибудь политический активист, которому грозит тюрьма, не разрешают никуда въезд. Не дают ему документы, не дают открыть счета. И в итоге мы этого политического активиста теряем из процесса борьбы, потому что этот активист мог бы в Европе, например, организовать акции антивоенные, или это может быть журналист, который мог бы использовать свои ресурсы для того, чтобы людям в России рассказывать правду о войне. Он начинает заниматься борьбой с европейской бюрократией, а те люди, которые должны быть под санкцием, они как-то их обходят. Поэтому я бы здесь просто более внимательно подходил к этим санкциям. Не нужно думать, что санкции против Беларуси сейчас на что-то сильно повлияют. Нет, конечно. Нужно контролировать свои собственные компании, которые начинают вдруг неожиданно больше продавать в эти третьи страны. Значит, из этих третьих стран что-то пойдет в Беларусь, а что-то в Россию. Для россиян просто увеличить цены из-за логистики. Вот и все. Ну, если в привязке к Беларуси, к белорусской экономике и к обычным гражданам Беларуси, я так вот по логике просто понимаю, если эти санкции будут действовать на экономику Беларуси и просто положат ее экономику, то чем меньше будет денег у Лукашенко, тем больше придется датировать из российского бюджета, тем меньше денег придется вкладывать на войну. То есть все-таки какая-то взаимосвязь в этом есть. А если есть, то почему тогда не кладут эту белорусскую экономику вот в полном объеме для того, чтобы уменьшить возможность зарабатывать, вкладывать в войну? Да, белорусская экономика, это я не знаю, какая там доля процента от российской экономики. Как бы вы ни положили там белорусскую экономику, но на какой-то миллиард Путин заплатит больше Лукашенко. Поэтому бить нужно по тем отраслям, где будут существенные потери. Если проанализировать бюджет в России, то он в основном зависит, да, там самая большая доля это чего? Нефтянка на первом месте, то есть это там больше половины. И газовая отрасль, которая что-то дает. Все остальное, я не знаю, это просто десятые доли процента. Поэтому да, конечно, можно думать про Беларусь, вот, а лучше думать про нефтяные компании, а лучше думать еще про каких-то путинских друзей или его ближайшее окружение, которые все равно где-то, но я уверен, и это не в России, где-то держат свои деньги. Надо посмотреть, что они держат в Китае, что они держат в Африке, что они держат в каких-то офшорах. Вот там надо просто искать. Это будет гораздо более эффективно. Вы знаете, очень интересна даже позиция двух таких масштабных стран, это Великобритания и Соединенные Штаты. Вот мы в сюжете цитировали о том, что эти санкции на Беларусь будут наложены из-за ее поддержки России и продолжения войны. А вот у Соединенных Штатов Америки, и вот в частности Джозеф Байден, который цитирует «Белый дом», говорит, что действия, прямая цитата, действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и длительное злоупотребление белорусского режима, продолжает представлять чрезвычайную угрозу, внимание сейчас, национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. И поэтому не проливают еще на год санкции именно по отношению к Беларуси и некоторым активным ее деятелям. Вот мне просто интересно, почему такая разница, почему не называется все своими именами, что Беларусь предоставляет аэродромы для бомбардировщиков, которые взлетают и ночью кошмарят наши города. Почему вот этот момент такой безнаказанности? Ну что там Беларусь? Ну Беларусь, она же как бы под Россией, она там, в общем-то, никакой роли не играет. Нет, играет. И почему-то вот это не озвучивается в позиции тех же Соединенных Штатов. Как вы думаете? Я думаю, не думаю, а знаю, потому что я общался с разными дипломатами. А у них очень практичный подход, у западного эстаблишмента. Лукашенко и Беларусь официально, армия Беларуси, не принимает участие в войне. Если бы Лукашенко, вместо Лукашенко, пришел бы какой-то другой человек, он бы точно не смог удержать ситуацию, был бы на 146% зависим от Путина. Поэтому раз Беларусь пока формально, то есть она предоставляет, конечно, свою территорию, но армия Беларуси не участвует формально, несмотря на все давление. Поэтому я думаю, что это какая-то форма, как сказать, компенсации, что ли, за то, что Лукашенко пытается сидеть на двух стульях. Потому что они боятся, что в случае какой-то очень неаккуратной политики у Лукашенко не останется никакого выбора, и уже тогда третья сторона, ну, я имею в виду, вторая сторона, будет участвовать в агрессии. Уже официально, используя армию, используя граждан, и это никому не нужно. Я думаю, что в этом причина. Но при этом у меня другие вопросы, даже к санкциям. Дело в том, что для того, чтобы остановить войну, добиться какой-то, выстроить какую-то систему безопасности в Европе, здесь нужны несколько условий. Первое условие – это военное поражение Путина. Оно просто обязательное для того, чтобы в России возникли какие-то движения, каких-то перемен. А для этого что нужно? Нужно помогать Украине, больше помогать, быстрее помогать. До сих пор еще с авиацией вопрос не решен, хотя уже там скоро будет год и 3-4 месяца уже скоро будет. Это гораздо проще сделать. Это и дешевле делать, чем выдумывать какие-то разные санкции, которые на самом деле уже не смогут ни на что повлиять, потому что все основные санкции уже приняты. Сейчас нужно, наоборот, их выстраивать таким образом, чтобы раскалывать путинские элиты, чтобы свои же его сдали. А сегодня как раз многие из этих санкций, они, наоборот, сплачивают и людей, и элиты вокруг Путина. Вот я недавно читал материал «Медузы», письма читателей, вопросы читателей, даже не вопросы, а ответы на вопросы «Медузы». А что делать со спецоперацией там? Ну вот мы не знаем. Да, мы были против Путина, но вот мы видим, что весь Запад нас всех ненавидит. Ну, в общем, короче, меняется общественное мнение. Здесь нужно, наоборот, показывать, что самый главный враг у россиян – это не Запад, а Путин, путинское окружение. Поэтому вот вам, пожалуйста, кто не хочет воевать, кто поддерживает, значит, Украину, кто выступает против войны и так далее, вам дверь открыта. Вот, и тогда был бы серьезный поток движения из России. Меньше бы людей работали на предприятиях ВПК, все бы уезжали бы. У них и так дефицит, посмотрите, с айтишниками, с инженерами. Они уже что только не придумают, я имею в виду, российские правительства, чтобы их как-то назад вернуть. Никто не возвращается. Здесь надо, чтобы еще больше людей уезжало, потому что чем меньше этих специалистов, тем менее эффективно и все, и ВПК, и армия, и так далее. Вот, чем меньше денег внутри экономики, тем хуже Путину. Так, наоборот, откройте, так сказать, каналы для того, чтобы и простые люди, и бизнес могли эти деньги выводить. Ну, там, человек продал квартиру, дать ему возможность как-то эти деньги легально вывезти из страны. Сейчас все закрыто. Вот эти деньги остались в России. Они крутятся внутри. И даже если ты там пирожками торгуешь, налоги платишь, они остаются в российской экономике, потом они перераспределяются и работают в интересах войны. Поэтому я бы в эту сторону смотрел. И я знаю, что уже на эту тему многие думают, как сделать санкции более эффективными. Они нужны, да, просто надо их сфокусировать конкретно на виновников войны. А всех остальных, всем остальным, наоборот, создать условия для того, чтобы они, наоборот, возненавидели Путина и начали работать против Путина. Потому что даже если война каким-то перемирием закончится, ну, предположим, даже будет освобождение на территории, ну, хорошо, пройдет время. Путин потратит кучу нефтедолларов на развитие, там, ВПК, произведет новые ракеты, танки, начнет новую войну через какое-то время. Поэтому нужно все делать для того, чтобы был какой-то там дворцовый переворот, да, какие-то революционные события в России, чтобы просто этот режим сменился. И нужно все делать для того, чтобы создавать для этого условия. Ну, да, Дмитрий, конечно, наверняка вы правы, вот. Но что касается там денег, которые получают от торговли пирожков и денег, которые заходят каким-то магическим образом, наверняка, от нефтяных скважин в Сирии или золотых шахт в Африке, отжатых ЧВК Вагнера на протяжении десятилетий я. И на это есть определенные доказательства и расследования журналистские, количество компаний, аффилированных с Вагнером, которые всем известны даже по названиям. Но, тем не менее, это миллиарды, а может и триллионы, наверное, уже на данный момент денег, правильно? Но это же не пирожки, это немножко другой уровень дохода на войну. По путинским друзьям, по путинскому окружению, по нефтянке. Вот туда надо бить, понимаете? Вот. А все, что там... Нет, наверное, бить надо везде, но надо сосредоточиться на более эффективных методах. Вот и все. Сейчас все, каждая страна обсуждает что-то свое, где бы поменьше мы бы сами потеряли. Вот и все. И я бы как раз вот на этом сфокусировался. Пригожины, да, там много кто инвестировал. И в Африку много кто инвестировал. В другие страны, в третьи страны. Надо находить, надо выявлять, надо арестовывать, замораживать. Вот. А простых людей или там, условно, даже бизнес, я бы ни только не трогал, а наоборот бы я стимулировал выводить деньги из страны. Это было бы более эффективно. Хорошо. Вашу позицию я услышала. Но все-таки, возвращаясь к Лукашенко, не могу вот не вернуться к вашей фразе по поводу, возможно, объяснения, почему так неактивны санкции в отношении Беларуси. Потому что любая неаккуратная политика может привести к вступлению Беларуси в непосредственные боевые действия. Но вопрос следующий. Ну, умиротворение Путина уже показало за 9 лет, что это не работает, и уже это признает ли все, ну, как бы ни у кого нет никаких сомнений, что надо было действовать раньше. Вот. Что касается Лукашенко, его хваленной, возможно, такой же хваленной армии, как и у России, его возможности человеческого ресурса, резервов и такого прочего, да. Ну, и плюс ко всему, его дерзость по отношению к высказываниям. Вот буквально месяц назад он похвалил Иран за обход санкций, подписал даже дорожную карту сотрудничества 26-го года, где ему президент Ирана пообещал поделиться методами обхода санкций. Совершенно свободно эта информация прошла, в открытую, никакой реакции. Ну, и плюс то, что вот сейчас мы обсудим в разрезе ядерного, перевоза ядерного оружия. Ну, вот в плане неаккуратной политики по отношению к Беларуси, заплесневела ли это уже политика? Как вы думаете? Вот вы сказали, что они боятся. Кого? Ну, вот Беларусь, уже, по-моему, как бы Россия все показала, что могла на территории Украины. Что может Беларусь показать? Дело в том, что это же не моя позиция. Это то, что я слышал в ходе разговоров. И я как раз считаю, что политика умиротворения агрессора, особенно если речь идет о Путине, она совершенно вредна и неправильна. Никакого умиротворения быть не может. Если бы санкции за его такую позицию появились еще после Грузии или сразу после аннексии Крыма, была бы жесткой позиции, никакой бы войны не было. Как раз в этом смысле я согласен. Просто у меня спросили, какая может быть причина. Вот я, когда общался с разными западными политиками, ну, в кулуарах слышал и такую версию. Вот. Это не значит, что там я согласен или кто-то еще согласен. Но такой нарратив я слышал. Я знаю, что многие считают, что да, пока получается сделать все, чтобы непосредственно Беларусь не стала участником, официальным участником конфликта. Как будет дальше сказать сложно. Вот. Но мы же говорим сейчас про эффективность, да. То есть, конечно, там надо наказывать всех этих диктаторов. Я их терпеть не могу просто. Но это просто не будет очень эффективно. То есть, не надо на это надеяться и думать, что вот сейчас какие-то ввели санкции против Лукашенко. Они должны быть, да. Но просто не надо на это ставить. Ставить надо на военную поддержку Украине, ставить надо на военное поражение Путина, ставить надо на раскол элит. И тогда действительно ситуация может ну прям очень сильно поменяться. Ну и в финале нашего разговора вот эта информация, которая в принципе несколько скептически относится американские наши коллеги. Но тем не менее я ее озвучу. Давайте с вами обсудим. Размещение российского тактического ядерного оружия начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него. Это будет где-то 7-8 июля. Так заявил Путин на встрече с Лукашенко в Сочи. Напомню, что Путин еще в марте объявил, что Москва разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие по просьбе Лукашенко, который давно ставит вопрос о размещении в стране такого вооружения. Еще одним поводом для переговоров по этому вопросу стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с объединенным я прошу прощения, ураном. Путин сразу же заявил, что это так или иначе связано с ядерными технологиями. И, как утверждают аналитики Американского института изучения войны, заявление Путина о размещении в Беларуси ядерного оружия не является эскалацией предыдущей его риторики по поводу этого вооружения. Там считают, что Россия вряд ли применит его в Украине. Это также вряд ли потребует изменения ядерной позиции НАТО, подчеркнули специалисты института изучения войны. Ну, тут пишут относительно Беларуси, что никаких признаков пока что каких-то перемещений потенциала не видно. Россия вышла из ядерного договора временно, я так понимаю, совсем недавно для того, чтобы совершить этот акт передачи. Но, с другой стороны, ведь это же действительно в очередной раз нарушение международного права. На каком основании государство, владелец ядерного оружия передает это государство, которое на это не имеет права? Ну, какая-то должна быть экстрадинальная реакция или, как говорится, тот же Джон Хербст, с которым я общалась, пятый посол в Украину, да, Соединенных Штатов и дипломат. Но это все блеф очередной Путина, и говоря об этом, он даже несколько ухмыленулся в разговоре со мной. Так это блеф или это еще один такой вот дерзкий выход Лукашенко по отношению к мировому порядку и международному праву? Это теоретически может быть и блефом, но здесь нужно понимать, что уже апеллировать к международному праву применительно к Путину или к Лукашенко это бессмысленно. Они уже нарушили все, что только можно. Путин террорист номер один, военный преступник, разыскиваемый уже в 122 или 3 странах подписавших римский статут. Он объявлен преступником, решением уголовного международного суда. Поэтому эта апелляция просто бессмысленна. Он должен быть на скамье подсудимых и я надеюсь, что рано или поздно окажется. Но что касается применения уже, да, тут же там про нарушения здесь даже все спорят, все так и есть. Но какая разница откуда применять тактическое ядерное оружие? Из Минска или там с территории России это вообще не имеет никакого значения. Если Путин применит, ну применит, не важно откуда прилетит. Если он к этому не готов, а все указывает на то, что он, конечно, не готов, и скорее всего, это больше похоже на блеф, шантаж, угрозы, то не важно, где оно хранится. С точки зрения войны, я согласен, мало на что повлияет. Потому что какая разница, откуда прилетит. Более того, даже если будет что-то размещено в Беларуси, кто-то будет под четким контролем российского ведомства оборонного и российских спецслужб, потому что никто не будет передавать ядерное оружие под контроль Лукашенко, потому что это в какой-то степени может Лукашенко усилить, сделать его менее зависимым от России, зачем это Путину нужно. Так что да, конечно, это все попытка шантажа, это попытка запугать всех каким-то таким ядерным хаосом, но с точки зрения рисков, мне кажется, ничего не меняется, потому что ну какая разница, откуда ты стреляешь, с какой территории, если это все находится рядом. Все равно тактическое ядерное оружие это серьезные последствия уже не только для Украины, но и для Европы и для всего мира, поэтому там в любом случае реакция будет достаточно жесткая со стороны Запада, Путин это понимает, но он просто видимо по старой привычке применяет вот эту риторику для шантажа, для облефа, для того, чтобы сдерживать военную помощь в Украине, вот это основная задача. Наверное, тут вопрос больше интересный не откуда стреляют, а куда будут целиться, потому что когда шла речь о разработках Северной Кореи ядерного оружия, испытания ракет, Ирана, возможности производства ядерного оружия, Пакистана, чем ближе к территории, которая заинтересована в своей безопасности, тем радикальнее ответ. Я сейчас про США говорю, поэтому учитывая, что это будет размещено в Беларуси, если будет, то тут, наверное, проактивными должны быть представители Европейского Союза, потому как они ближе находятся к нам, чем Соединенные Штаты, к Северной Корее. Вот может быть, в этом причина не откуда, а куда будут направлены эти боеголовки? куда, там же ведь дальность такая, что неважно, лишние десятые доли секунды вряд ли на что-то повлияют. Поэтому ответ очень простой. Мы видим, что Путин это абсолютно неадекватный преступник, и этот режим преступный, террористический, нужно менять для безопасности планеты. Поэтому, что здесь может Запад сделать? Нахмурить брови и сделать какое-то заявление, это же не поможет ничему. А здесь единственная возможность повлиять, это добиться военного поражения путинского режима в войне. Вот и все. Поэтому, мне кажется, единственная возможная реакция это просто ускорить все программы помощи и поддержки Украине. Вот и все. Все, что реально они могут правильного сделать. Все остальное это риторика, все остальное это какие-то красивые слова, жесты, но не имеющие никакого практического значения. Что ж, будем совместно доносить эту информацию 24 на 7 для того, чтобы эффективность это была как можно быстрее и напряжение глобально в мире в общем-то снизилось гораздо быстрее еще до того, как разместятся эти ядерные боеголовки на территории такого же неадекватного соседа, как и Россия. Спасибо вам, Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, был гостем нашей студии. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok